Взрослые забывают, что они когда-то были детьми, что их ответы не всегда воспринимаются детьми так, как должны восприняться. Это Юля и Валя. Им 16 лет. Они учатся в 10-м классе обычной киевской школы. Год назад к ним на урок пришел психолог и попросила написать вопрос, на который они бы хотели получить ответ от взрослых. Говорили, что это будет анонимный опрос, но все равно у меня почему-то было такое чувство, что будет над этим стебаться. Типа, девочка что-то написала, какую-то хрень. Я боялась, что могут узнать почерк. Да, да, да. Они знают, и поэтому может кто-то узнать почерк. За год девочки уже и забыли про опрос. А зря. Из их вопросов, а еще вопросов сотен детей из Украины, России и Беларуси, появилась книга «Территория правды». Отвечают на вопросы 60 экспертов из разных областей. От священников до ученых и журналистов. Авторы проекта Татьяна Рибер и Татьяна Мерщий. Мне бы хотелось, когда я вступала в этот проект, когда хотела написать эту книгу, когда писала ее, создавали команду «Мастани». Нам хотелось, чтобы дети как можно больше получили ответов на свои вопросы. Какой вы ответ ожидали? Ну, такой сухой, взрослый ответ, типа «бэй-бэй-бэй-бэй-бэй». Что-то такое. Да, не знаю, я почему-то думала, что… Ну, то есть я задала вопрос только потому, что я не нашла ничего в интернете. И не находила, не нашла, вот. Поэтому я и задала его. В интернете всегда тоже пишут как раз таки «бэй-бэй-бэй-бэй». Книга начинается с вопросов, которые могли бы задавать и взрослые. В чем смысл жизни, как стать уверенной в себе и почему мои мечты не сбываются. Школьники интересуются всем. Как понравится кому-то, когда можно заниматься сексом и почему от любви так больно. А еще удивляются, почему взрослые такие скучные. Задают вопросы дети от 9 до 17 лет. Школьный психолог Ирина Горбатюк говорит, детей в любом возрасте интересует примерно одно и то же. Как стать самым крутым и умным? Как изменить мир в лучшую сторону? Кем легче быть – взрослым или ребенком? Почему все боятся умереть? Был вопрос, откуда берутся дети. Я, конечно, знаю, откуда они берутся. Это было в скобочках. Но мне интересна ваша версия. А еще детей интересовал вопрос войны в Украине. Чаще всего он звучал так – почему люди воюют. И никто не называл конфликт на востоке Украины АТО. Татьяна Рибер говорит, что такие вопросы дети задавали вне зависимости от страны проживания. Подростков из Беларуси, России и Украины волнует примерно одно и то же. Для меня это было, понимаете, неполитизированный момент. Звучал вопрос, один из них есть теракты, например. То есть это вовсе не связано с военными действиями в трех странах. Для меня вовлечение детей в военные действия – это неправильно по возможности. Поэтому вы видели, что и ответы давали политологи, военные журналисты, но это было аккуратно. То есть нетравмирующая информация подавалась для детей. Как сделать мир без войны? Безусловно, общество без конфликтов не бывает, а сделать всех счастливыми нельзя. Но, думаю, можно в разы уменьшить число преступлений и уж точно предотвратить начало войны, если большинство не будет оставаться в стороне от проблем, если людям будет что терять. Очень много вопросов было о науке и космосе. Например, почему в космосе не стареют или как выучить физику за неделю. Сооснователь компании «Юспейс» Андрей Музыченко рассказывает, что сразу согласился принять участие в проекте. Хотя было сложно решить, как же все-таки детям отвечать на их вопросы. Были отобраны вопросы, мне их прислали. Я достаточно долго над ними думал, как их лучше представить, более технически или более так по-детски проще. И все же было решено, что самый простой вариант стал самым лучшим. Мелким шерифтом на книге обозначено, что родителям вход воспрещен. Татьяна Рибер признается, что это написано больше для интриги, потому что книга одинаково нужна как подросткам, так и родителям. Встречала я детей в школе, когда стою с книжкой, с кем-то из преподавателей разговаривала. Ко мне девочка подошла, она была в шестом классе, и говорит, ой, здравствуйте, а вы видите, что здесь написано родителям вход воспрещен? А моя мама читает, а ей нельзя. На самом деле книга и для родителей, и для детей. Нам, взрослым, иногда, родителям не хватает информации, чтобы правильно донести то, что я говорила из различных областей. А детям не хватает информации, или они не знают кому. То есть на самом деле она и для тех, и для тех. Второе дело, это показать детям, что ваши проблемы, ваши вопросы нам не безразличны. Потому что вы тоже были у меня в каких-то классах такие, я уже не помню, честно говоря, в каком классе, но были ученики, которые, а, если это непонятно что, непонятно когда, это так, в общем-то, чисто для галочки. Поэтому я уже и говорила, что я очень рада, что я могу прийти с конечным результатом деткам, показать, что да, о вас заботятся. Все ответы на вопросы более актуальны для детей от 12 до 15. Потому что именно в то время мне было действительно интересно, и я нуждалась в этих ответах. А сейчас я, в принципе, нашла уже ответы на эти вопросы. Ну нет, жизнь, жизнь, опыт, склопцы. Юля и Валя книгу прочитали, и она им понравилась. Хотя говорят, что сейчас из нее уже немного выросли. Поэтому ждут книгу для более старшего возраста. Ведь вопросов ко взрослым осталось много. Продолжение следует...